только что закончилась сеанс терапизма и психологом по-разному бывает да даже за одну сессию это всегда разные чувства и сегодня было такое ощущение что метафора словно я пытаюсь в гору немножечко поднимаюсь в гору да там не знаю 10 15 градусов ну ладно 5 10 градусов наклон то есть не просто да то есть этот к это какой-то труд то есть это не совсем приятно да потому что вроде бы с одной стороны я копаюсь в этом да с другой стороны я исследую да все таки пытаюсь понять собрать пазл увидеть какие-то механизмы какие-то сценарии которые преобладали у меня меня в роду меня через анализ не своего детства до того что я помню тех отношений которые складывались между моими родителями чтобы но и родителями что мои братьями и сестрами сводной сестрой и здесь конечно же вот я даже говорю уже начинаю улыбаться да потому что это не просто труд да в процессе этого исследования я понимаю что это моя сильная часть моя сильная часть именно работа человек человек это то что меня заряжает такая поддерживающая сильная часть интерес к людям исследовать их пытаться вместе с ними находить ответы на те вопросы которые возникают в процессе их жизни да все вопросы которые волнуют точно так же как я и делаю в своей собственной терапии со своим психологом и я считаю что это очень важно для любой поддерживающей профессии это очень важно ну для психолога это само собой а для астролога я считаю что это тоже очень важно потому что мы работаем с человеческой душой до человеческой психикой хотим ли того или нет и очень важно понимать какие-то свои слепые пятна свои слабые стороны до разбираться в своих механизмах для того чтобы наиболее оптимально помочь клиенту взглянуть на ситуацию его жизнь понятно что все мы так или иначе что переносим какой-то свой опыт что-то свое туда проецируем да но насколько это возможно быть свободным от каких-то своих заблуждений да это все приобретается в процессе терапии человек человек потому что очень часто я замечал астрологи особенно это касается вот каких-то категоричных специалистов да которые приносят фатальность не любят прогностику у них очень часто это наблюдается это про опыт перенос опыта из своей жизни да что вот они своей жизни что-то не могут изменить и таким образом они пытаются компенсировать перенося это красивый перед перенося это на клиента не хочу это оценивать правильно это неправильно да но я просто понимаю чем это связано и почему это происходит и вот чтобы этого не происходило важно управлять этим процессом для начала понимать осознавать какие-то свои переживания да чтобы не переносить это на клиента тогда мы сможем мы астрологи астропсихологи сможем максимально и вообще специалисты помогающей профессии сможем максимально помочь и помогать своим клиентам да потому что дать совет это очень просто намного сложнее понять что советы не работают да что другой человек это другой человек и у него свой путь у него своя дорога особенно это вообще всем понятно специалистам помогающим должно быть понятно да специалистам всем помогающим профессиям но вот астрологам особенно которые любят уповать на судьбу да это вот особенно они этим грешат да делать какие-то прогнозы ну собственно поэтому мне интересна тема астропсихологии да изучение внутреннего мира человека да а не прогностики помочь человеку понять себя но свои механизмы лучшим чтобы такой вот интересный маяк на заднем фоне своеобразный фаллический символ пусть он будет здесь ну уж извините ну кстати у маяка маяка очень много символов один из символ это действительно освещать во тьме людям дорогу ну в первую очередь сюда в целом людям освещать ну с точки зрения психологии это метафора который мне очень нравится который очень люблю освещать людям темные уголки их души и освещать прояснять какие-то ситуации да взгляд на себя смотреть на себя на мир более так скажем более без без каких-то излишних иллюзий да более трезвых и не ожидая ничего взамен понимая свои себя свои особенности да сильные слабые стороны да зная что вы хотите как-то себе это давать да такая метафора маяка почему это важно да вот поэтому возвращаясь и завершая тему возвращаясь и завершая тему психолога на своей терапии я считаю что это полезно всем специалистам помогающим профессиям в астрологии ну в психологии это является чем-то само собой разумеющейся да когда психолог говорит к своему терапевту либо на супервизии обсуждает какие-то сложные случаи да вызывающие у него вопрос ну или вообще да случай да обсуждает со своими коллегами то в астрологии это либо вообще не развито либо слабо развито по крайней мере у нас в России на западе например в Америке это все таки двигается вперед да и ну как бы ну как бы на несколько шагов вперед да мы в России только к этому приходим поэтому я считаю очень важно об этом говорить о терапии о собственной терапии для астролога поэтому если вы хотите обратиться задумали обратиться к астрологу я вам рекомендую уточнять у специалиста есть ли у него находится ли он собственной терапии да и проходит ли он ее и если нет то это конечно повод задуматься да насколько вы сможете получить профессиональную качественную помощь от человека все таки мы живем в 21 веке и отрицать это да как бы говорить что ой со мной все в порядке что мне лично терапия она не нужна ну это слишком самонадеянно и самоуверенно да особенно для астролога особенно если он будет строить прогнозы да в принципе ну если если вы изначально идете к такому астрологу который строит прогнозы ну наверное там может быть этого и нужно требовать да потому что вы верите в эти прогнозы да а если вы обращаетесь к астропсихологу да к астрологу который занимается натальной астрологией изучением вашего потенциала то там это будет наиболее актуально потому что все таки смежная сфера да психология астрология изучение внутреннего мира человека да в общем как то так поэтому сегодня было в личной терапии как обычно разные чувства но этим и ценно да потому что этим и ценно жизнь поверновешивать баланс вот этих вот противоречивых чувств в общем всем хорошего отличного солнечного денечка такого как у нас в Сочи в начале ноября сказали сегодня плюс 24-25 будет для начала ноября это очень тепло даже я сказал бы жирковато в водичку плюс 19 водичка плюс 19 с вот так вот так Продолжение следует...